Районный совет ветеранов, как и многие организации, подвел итоги работы за прошедший 2022 год. Более подробно смотрите далее. Геннадий Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как совет ветеранов Амурского района провел 2022 год, с какими успехами и что вы делали? Ну, а каких успехов, можно сказать, когда мы большую частью года сидели в подполье, как мы говорим, из-за ковида. Но, тем не менее, масса мероприятий для ветеранов проведена. И мы вот за прошлый год затратили 1 миллион 69 тысяч рублей. Много-то или мало? Ну, совсем кратко. Основные расходы, текущий ремонт, помещение Совета ветеранов и первичных ветеранских организаций. Плюс 4 квартиры мы отремонтировали ветеранов, 245 тысяч рублей. Ну, встречи, посвященные Дню пожилых людей, глав администрации. И подарки 140 долгожителей, которые у нас есть, это 229 тысяч рублей. Ну, поздравление с 77-й годовщиной Великой Победы, 193 тысяч рублей. И участие команд в краевых соревнованиях, 94 тысяч рублей. Как видите, 4 мероприятия, крупных таких, затраты более 700 тысяч рублей, то есть больше 70% наших затрат. Ну, и несколько пошире о наших районных мероприятиях. Около 40 ветеранов и детей детского дома выезжали в село Оме в рамках акции «От сердца к сердцу», ставшей традицией в нашем районе уже. В рамках этой акции встречались с ветеранами села, обменивались подарками, проводили мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухонь и русской, и нанайской. Ну, как я уже упоминал раньше о текущем ремонте, отремонтировали 4 квартиры ветеранов, в котором больше 80 лет, в том числе 3 в селе Джуен. Ну, и кроме этого, кабинеты в нашем совете, вот, и на проспекта Мира-19, первичная ветеранская организация Комсомольского строя. Ну, следует, наверное, сказать, в честь столетия пионерской организации выезжали в Дендрарии, где многие первичные ветеранские организации представили сценки, посвященные всесоюзной пионерской организации. На проспекты строителей высадили более 30 лип и других деревьев. И в формировании вот этой аллеи принимали участие, которую посвятили столетия всесоюзной пионерской организации. Принимали участие одна из самых первых пионервожатых, известных в нашем районе. Семфира Степанова Коби, дети со школы-интерната, семейная пара «Пономарь» Вячеслав Михайлович и Зоя Федоровна, председатель первичной ветеранской организации образования Ордена Светлана Михайловна, вновь избранный глава города Семенов Сергей Владимирович, молодежная палата города. Мы тоже в честь этой годовщины более 40 ветеранов и детей выезжали в город Комсомольск-на-Амуре к памятнику Алексея Петровича Моресьева и аллеи маршалов. Как я уже сказал, проведены встречи глав района города, посвященные Дню пожилых людей. 140 долгожителей было выручены в подарки. Я надеюсь, что вот это вот мероприятие, честное долгожительное районо, станет традиционным в нашем районе. Ну вот в трех крупнейших спортивных мероприятиях принимали участие команды наших ветеранов. Волейбол мужчины и женщины, команда районов соревнования в треть восьмого этапа «Спартакеан пенсионер России» и команда участников краевого фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Но во Всероссийском конкурсе имени Василия Семеновича Ланового приняли участие две наши певицы под Шевалова Нина Александровна и Камольцева Лидия Ивановна и три чтеца – Зубехин с внуками, туровец Светлана Андреевна и Якулева Валентина Васильевна. Почти 550 ветеранов были поздравлены через газету «Амурская зона» и телекомпании «Амурск» с юбилейными датами от имени администрации района, собраний депутатов и «Амурского района» советовать радов. Вот хочется прямо от души поблагодарить наших спонсоров или, как сегодня говорят, благотворителей. ООО «АГМК», то есть компания «Полиметалл», ООО «Амур-Минерал», то есть русской медной компании, ООО «Интерьер» и ООО «Магистраль». Не могу не отметить честное сотрудничество с обеими администрациями, собранием и советом депутатов, управлением образованием и молодежной политики, отделом культуры и искусства, домами культуры, библиотекой и многими другими нашими помощниками. Низкий вам всем поклон за постоянную бескорыстную заботу о старшем поколении. Ведь как общество заботится о стариках и детях, судят о его зрелости. И недаром говорят, общество, которое не заботится о стариках и детях, обречено на вымирание. Спасибо вам, огромные добрые люди!